Как продлить стойкость макияжа Подготовительный этап Прежде чем приступать к выполнению макияжа, необходимо хорошо увлажнить кожу, чтобы продлить стойкость макияжа. Если кожа будет обезвоженной, а на ее поверхности скопятся роговевшие клетки, тональный крем будет ложиться неровно. Не забывайте, что очищать и увлажнять кожный покров нужно ежедневно, утром и вечером. Два раза в неделю пользуйтесь пилингами или скрабами, чтобы убрать роговевший слой кожи. Как продлить стойкость макияжа нанесением праймера Этот косметический продукт был специально создан для продления стойкости макияжа. С его помощью пудра или тональный крем лучше держится на коже и не скатывается. Применение праймера – важный этап. Поэтому подбирать его нужно исходя из типа кожи и желаемого эффекта. Можно найти средства для мотирования, выравнивания или сияния кожи. Можно отказаться от использования праймера, если вы будете наносить эсэс-крем или ВВ-крем. В их составе содержится достаточно ухаживающих компонентов, а также сама база для макияжа. Можете приобрести базу под тени. Если у вас нависшие века или глубоко посаженные глаза, без этого косметического средства будет сложно обойтись. Если до нанесения теней или подводки воспользоваться праймером для век, макияж продержится в разы лучше, а пигмент от теней будет более ярким. Если нужно замаскировать капиллярную сетку на веках, воспользуйтесь праймерами бежевого оттенка. Чтобы придать векам сияние, воспользуйтесь жемчужными оттенками. Нанесение тонального крема, румян, тинта, пигментов для продления стойкости макияжа. Если вы краситесь в жаркую или дождливую погоду, тональный крем будет держаться плохо. Уже через несколько часов он скатается, из-за чего макияж будет смотреться некрасиво. При выборе тонального крема отдавайте предпочтение средствам, в составе которых нет жиров. Они не будут сушить кожу, так как содержат в себе масло и силиконы. Наносить тональный крем нужно вбивающими плавными движениями, так вы нанесете тон ровнее и продлите стойкость макияжа. Для этого можно воспользоваться каплевидными спонжами. Как наносить пудру для продления стойкости макияжа? Пудра предназначена не только для закрепления тонального крема. С ее помощью можно абсорбировать кожный жир, который появляется на лице в течение дня. Особенно актуальна эта проблема для девушек, у которых жирная или комбинированная кожа лица. Лучше пользоваться прозрачной пудрой. Несмотря на то, что в упаковке она имеет белый оттенок, когда вы будете наносить ее на лицо, она не будет придавать никакого оттенка. Прозрачная пудра предназначена не для коррекции тона лица, а для продления стойкости макияжа и удаления сибума. Наносить пудру рекомендуется похлопывающими движениями, используя боковую сторону пухлой кисти. Обладательницы жирной и комбинированной кожи должны наносить пудру спонжем, изготовленным из велюра. Как продлить стойкость макияжа век? Для продления стойкости макияжа век аккуратно вбейте на эту часть базу под тени и немного подождите. Такая основа позволит нанести тени более равномерно и проявит цвет ярче. Как продлить стойкость макияжа на ресницах? Если вам нужно, чтобы тушь держалась в течение всего дня, выбирайте водостойкие виды. Их нужно смывать только двухфазными средствами для удаления макияжа, в которых содержится масло. Если вы собираетесь пойти в тренажерный зал, выбирайте туши, предназначенные для занятий спортом. Также можно пользоваться базами под тушь. Они будут предотвращать осыпание и растекание средства. Если у вас нет водостойкой туши или базы, можете припудрить ресницы прозрачной гдрой. Это продлит стойкость макияжа. Как продлить стойкость макияжа на бровях? Чтобы ваши брови в течение дня выглядели аккуратно, используйте восковые карандаш или помаду. Также можно воспользоваться специальным гелем, который закрепит положение бровей. А самый простой способ продлить стойкость макияжа – это прокраска бровей щёточкой, на которую предварительно нужно набрызгать лак. Для волос стойкий макияж губ как продлить? Быстрее всего портится макияж на губах. Лучше не красить губы кремовыми или перламутровыми помадами, так как они будут исчезать уже через 30-60 минут. Выбирайте матовые текстуры помады или тинты для губ. Если у вас есть только обычные помады, придерживайтесь таких рекомендаций по их нанесению для продления стойкости макияжа. Нанесите на губы праймер или же тональный крем. Обведите контур губ нюдовым карандашом, а после заштрихуйте всю поверхность. Наносите помаду кистью, так вам легче будет контролировать плотность покрытия. Промакните губы салфеткой, а после нанесите немного пудры или сухих румян. Нанесите еще один слой помады. Фиксатор для продления стойкости макияжа. Большинство производителей косметики имеют в своем ассортименте фиксатор для продления стойкости макияжа. Они выпускаются в форме спрея, что облегчает их нанесение. Распылять средства нужно на расстоянии 15 см от лица, делая не более 4 распылений. Также можно нанести немного средства на чистую кисть для нанесения пудры и пройтись по всему лицу. Такое средство позволит сохранить макияж в течение всего дня. А чтобы протереть выступившиеся бум или капельки пота, воспользуйтесь матирующими салфетками. Протирая лицо вы не удалите макияж, но избавитесь от жирного блеска на лице. Как продлить стойкость макияжа отзывы? Рината, 34 года. Мне как обладательница уже возрастной жирной кожи, приходится прилагать много усилий, чтобы сохранить макияж в течение дня. Предпочитаю пользоваться прозрачной пудрой, а на работу с собой беру матирующие салфетки. Благодаря этому у меня получается возвращаться домой вечером с ярким макияжем, будто я сделала его полчаса назад. Елена, 21 год, не понимают в чем причина, но у меня всегда осыпается тушь в середине дня. Раньше я припудривала ресницы перед нанесением туши, однако это не дало желаемого результата. После решила приобрести базу под тушь, и теперь нет проблем с осыпаниями. К вечеру глаза такие же яркие, как и утром. Виолетта, 18 лет, каждый день приходится краситься перед походом в университет. В течение всего дня, из-за постоянных бегов между аудиториями, макияж теряет свою насыщенность. Приобрела специальный фиксатор, наношу его с утра, а также беру с собой на учебу. Если два раза в день сбрызгивать лицо, то макияж держится отлично. Теперь вы знаете, как продлить стойкость макияжа простыми способами. Вам не нужно ничего выдумывать. Достаточно подобрать качественные средства, которые будут держаться в течение дня. Благодаря вышеперечисленным рекомендациям ваш макияж будет сохраняться к вечеру таким же ярким и насыщенным, как и утром. Полезные статьи о макияже на сайте.